С 1 сентября белорусов ждет ряд нововведений. Так, пенсии вырастут на 7%. Средняя выплата составит почти 545 рублей. По-новому будет начисляться и плата за жилищно-коммунальные услуги. Некоторые тарифы теперь станут зависеть от площади квартиры. Также начнут принимать заявления на оформление биометрических документов. Один из них – ID-карта с микрочипом для пользования внутри страны. Яровой рапс в стране убран почти с 80% площадей. Зерновые и бобовые культуры без кукурузы собраны с 2 миллионов гектаров. Намолочена порядка 6 миллионов тонн. Лидирует Минская область. За ней Брестская, Гродненская, Могилевская, Гомельская и Витебская. Госзаказ выполнен на 92%. В школах Беларуси изменятся правила перехода в профильный класс. Проходной балл поднимут до 7. Также учащиеся будут сдавать СТ в специализированных центрах. При этом сохранятся выпускные экзамены по трудовому обучению и иностранному языку. Систему применят на практике уже в 2023. В Беларуси с 1 по 10 сентября пройдет Единый день безопасности. В плане провести тематические уроки, научить ребят поведению в условиях ЧАЭС и аварий, а также первой медицинской помощи. В это же время проверить систему оповещений через СМС-сообщение. Бобруйский пловец Игорь Бокий завоевал четвертую золотую медаль на паралимпийских играх в Токио. Он победил на дистанции 50 метров вольным стилем. Итоговое время 23 секунды. Всего же в карьере спортсмена 15 наград высшего достоинства.